Друзья, всем привет! Сегодня я хочу провести эксперимент укоренить череночки в разном субстрате. Это в агроперлите, вермикулите и в обычном грунте для рассады. Вот это череночки петуни, которые я только что, буквально минуту назад от петуни, от такой прекрасной, отрезала. Вот сейчас будем с вами укоренять. Я уже подготовила здесь стаканчики. Обязательно проливаю водичкой. Это у нас перлит. Череночки подрезаем вот таким образом наискосок под 45 градусов. И чем быстрее вы их высадите, тем лучше. Сразу же убираю бутоны, потому что они будут на себя очень много сил перетягивать, а нам этого не надо. Нам нужно, чтобы все силы растения сейчас пустило на наращивание корней. так же следующий череночек. Нижние листочки можно убрать. Цветение так же убираем. Делаем лунку. Углублять сильно стволик не нужно, буквально там на полтора сантиметра вниз. Начала говорить и не договорила. Чем быстрее вы их поставите на укоренение в субстрат, тем быстрее они укоренятся. То есть не нужно ждать там час, два, когда череночек, знаете, уже начнет засыхать. Вот тогда укореняется он намного хуже. Так, вагра перлите у нас готово. Сейчас вермикулит будем делать. В принципе, тот же самый. Наливаем водички. Много не наливая, только чисто, чтобы увлажнить. Потому что впитывает как и перлит, так и вермикулит очень хорошо в себя влагу. Так, сейчас я сделаю грунт для рассады. Грунт вот так вот называется. Такая вот компания. это не реклама, просто показываю я вам, какой я буду использовать. Но это опять же будет наш эксперимент, где быстрее укоренится череночек питомия. Насыпаю. сюда, конечно, желательно тоже бы добавить перлит или вермикулит, но я ничего не буду добавлять. Посмотрим, как поведут себя череночки. Почва у меня здесь влажная, но я все равно немножечко в лунку добавлю водички. Смотрите, как красиво получилось. Визуально просто шикарно. Это в агроперлите, повторюсь, это в вермикулите и в почве для рассады. этот, конечно, более такой легкий субстрат, это более тяжелый. Можно еще в воде попробовать. Кстати, сейчас сделаю в воде еще, потому что у меня еще есть что срезать. И водичку тоже поставлю и все-таки поэкспериментирую. Вот такая вот шикарная питунья еще у меня здесь белая цветет. Ну, эти маленькие череночки поставим на укоренение, посмотрим, в каком субстрате лучше всего укорениться быстрее всего. Ну, в общем, будем следить за ростом вместе с вами. Вот мои питунья, которым я сейчас сделала обрезку. Здесь, здесь, то есть везде макушечки, которые выбивались из общей массы, я их везде пообщипывала. Вот, и смотрите, одну специально оставила, вот видите, то есть насколько она из этой центральной части выбивается. То есть, что я делаю? Я ее обрезаю вот так вот, то есть над листочком, над почкой обрезаю. Ну, и таким же образом я сделала все. Вот это вот, у меня другой сорт здесь растет. Ну, и пойдемте укореним вот этот вот череночек. смотрите, он получается на одном стволике у него тройное разветвление. Я сейчас именно вот эти вот маленькие, молодые буду укоренять. Не вот этот один большой, а маленькие. Таким же образом я обрезаю. вот этот тоже черенок можно укоренять, но мы будем маленькими с вами заниматься. Ну, и вот так водичку опускаю. Ничего здесь сложного нет. Стволик наш должен касаться водички, и вот так вот на листочках они будут держаться на своих. Ну, вот посмотрите, какая красота. Можно накрыть пакетиком для лучшего укоренения. Ну, я не буду накрывать пакетом, у нас сейчас и так жарко, душно. Сейчас я их поставлю в тенечек, и в тенечке они у меня будут стоять до укоренения. То есть на яркое солнце ни в коем случае не выставляйте, потому что корней нет. Листьям нужна естественно влага, они будут ее брать из воздуха. Если мы еще поставим это все на яркое солнце, то, конечно же, просто листочки погибнут, засохнет полностью растение. Друзья, прошло две недели, сейчас я вам покажу результат. Вот начнем с вермикулита. Смотрите, как прекрасно укоренились вот такие вот шикарные корни. Здесь мы уже можем с вами наблюдать, и это не может не радовать. Здесь немножечко поменьше, но тем не менее корешки уже вовсю развиваются. В агроперлите тоже шикарно развиваются корни. Вот вы видите, как такие белые ниточки корешки уже обвили полностью этот грунт. Здесь в основном корешки вот идут по низу, но они тоже облили полностью уже стаканчик. Сейчас попробую вам перевернуть, показать. Надеюсь, видно, здесь все просто беленькое такое, и плохо просматривается. в воде. Смотрите, вот эта красота даже умудрилась зацвести водички, но корешков пока здесь не наблюдаем. Вот у этой малышки также. Единственное, что у них еще стволик такой, знаете, деформировался, то есть я срезала его прямым, а он такой вот в воде загнулся. Ну, это не страшно, но в любом случае корней мы здесь не наблюдаем. Вот только у третьей питунки корешки появились, и они вот такие вот еще пока маленькие, но уже в принципе в воде укоренять тоже можно. Результат есть. А это у нас была почва для рассады, то есть я ее ничем не разбавляла. Чистая почва без перлита, вермикулита, без всего. Она достаточно тяжеловата, в принципе я это понимала, но на свой страх и риск, то, что предлагает нам производитель просто почва для рассады, вот такой вот результат вы можете получить. Вот эту центральную мы с вами сразу же посмотрим. Корешочек здесь вот у нас прекрасный полез, здесь в общем вот эта питунька по листве видно, что и по корням соответственно, что она развивается и она прижилась. А вот эти вот две красотки, к сожалению, погибли, засохли, несмотря на то, что вот я им делала тепличку, по-моему, в начале видео я не говорила, но я делала каким образом, то есть все это время я опрыскивала сам пакетик, чтобы там была влага и закрывала вот таким вот образом проветривала два раза в день по 15 минут, но это результат не дало, то есть две питуньи у меня просто вот эти вот засохли, поэтому без пакетика даже не пытайтесь укоренять, потому что вот это за счет теплички она прижилась, а вот эти к сожалению нет укореняла я вот эту питунью смотрите какая она шикарная розовенькая ну в принципе мы вот по это видим, что она зацвела хотя она была без корней но до сих пор без корней вот такая вот красотулька эту я еще не укореняла беленькую только пока розовенькую я думаю что каждый вывод для себя сделал для меня идеально проращивать корешки вермикулите и перлите то есть стопроцентный результат и мы можем наблюдать с вами вот молодые здесь уже пошли побеги то есть она не просто укоренилась но и пошла в рост дальше развиваться то есть все-все-все вот молодые листочки молодые побеги в воде как-то они деформировались и из трех только у одной корешки ну и в почве для рассады конечно же только одна выжила тоже кстати она пошла в рост и очень хорошо делайте выводы сами в какой почве вы будете укоренять в идеале можно было делать тепличку всем абсолютно но вот эти вот у меня 6 штук были без теплички а вот эти опять же с тепличкой но даже это им не помогло просто в почве для рассады укоренять но это чревато гибелью что сейчас я буду делать дальше вот эти вот 6 штучек мне нужно обязательно пересадить уже в почву и конечно же в стаканчики побольше то есть эти стаканчики 100 мл эти 200 мл сейчас я буду заниматься их посадкой грунт буду использовать вот такой вот для цветущих растений плюс добавляю сюда и вермикулит вот вы видите вот это вот желтенькие гранулы и агроперлит беленькие то есть и он такой знаете получается легкий рассыпчатый вот вы видите что он в руке просто у меня рассыпается здесь будет хорошо идеально идеальное условие для того чтобы прижиться дальше питунья и пойти уже в рост кому понравился этот эксперимент конечно же оцените лайком мне будет безумно приятно кто еще не подписан на мой канал подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео а сегодня я с вами со всеми прощаюсь всем хорошего настроения и всем пока-пока